На самом деле, помимо некоторых глупоподъемных вещей, которые положено говорить на пресс-конференции перед массовой акцией, хотелось бы сказать и о некоторых ожидаемых неприятностях. Потому что, во-первых, ситуация по сравнению с митингами зимними и весенними изменилась. Изменилась она совершенно объективно в связи с тем, что ни отставки Думы, ни смены руководителя государства реального не произошло. И более того, вполне объективно, что господину Путину сейчас вполне понятно и логично хочется завинтить Гай. Ну и, учитывая характер нашего недоимператора, еще и немножко сквитаться за унижение зимы и весны. Когда ради избирательной кампании ему и партии власти приходилось терпеть и выслушивать массу неприятных для себя вещей и делать вид, будто бы у нас действительно Европа, и можно власти в глаза говорить правду, и тебе за это ничего не будет. Ну, последовавшие события, в первую очередь 6 мая, показали, что это не так, что власть ничего не забывает, и в общении с гражданским обществом она злопамятна, мстительна и в достаточной степени жестокна. Да, до жестокости коллеги Путина, господина Назарбаева, пока мы еще не дошли, пока еще не расстреливали. Но уже бьют основательно в массовом масштабе. И в достаточно массовом масштабе идет уголовное преследование. Я хочу напомнить, что по событиям 6 числа объявлено в уголовных делах всего нескольких человек, но работают бригадами приблизительно 100 следователей, и я думаю, что каждый из них захочет дать свой результат. Иначе зачем их на эту работу согнать? Уже сейчас идут опросы, опросы людей вызывают, людей обыскивают, я имею в виду жилье. Потому что, короче говоря, полицейская машина постепенно раскручивается, как маховик. Он никогда не заводится моментально, он заводится медленно. Но надо прекрасно понимать, если он начал крутиться, он будет раскручиваться, пока что-то еще более твердое не упрекся. Это его свойство. Поэтому следует, наверное, очень внимательно отнестись к предыдущим прецедентам и, наверное, не дать основательного повода властям продолжить закручивать гайки. Давайте так не будем наивными людьми и не будем полагать, что большая толпа людей может набить морду большой толпе полицейских, и на этом все закончится. Это не так. К сожалению, моему искреннему сожалению, мощь массового протеста сегодня не такова, чтобы прямо от Болотной площади дойти куда-нибудь до Кремля. В любом случае, надо учитывать фактор репрессивной машины. В этом плане действия наших коллег по общегражданскому протесту иногда вызывают у нас большие опасения. У левых вызывают большие опасения. Потому что решения очень часто принимаются кулуарно, немножко непонятно. И в результате мы, конечно же, несем полную моральную ответственность за тех, кого мы зовем на акцию, за тех, кого мы зовем за события. Но в ряде случаев мы эту ответственность вынуждены с кем-то делить. И вот та, другая сторона, с кем мы делим эту ответственность, иногда поступает, скажем так, может быть, легкомыслимно. Я полагаю, что мы не должны сегодня дать повода власти к дальнейшим репрессиям. Это не значит, что мы должны быть податливы, что мы должны на все соглашаться. Нет, это не так. Но в данном случае политика искусства возможного. И если на фоне вот этого вот уже почти принятого репрессивного закона о митингах, который я... Кстати говоря, этот закон, эта ошибка, он не запрещает митинги. Он вводит имущественный ценз на 31-ю статью Конституции. То есть если у тебя, если у организаторов митинга есть лишние деньги, если они могут позволить себе оплатить 300 тысяч штрафа за одного, другого, третьего, то, в общем-то, это не сильно большое для них ограничение. Если господин Прохоров будет организовывать митинги, я думаю, он на эти расходы пойдет. А вот, допустим, московская организация коммунистов, горком, партии, не Зюгановская, живет на членские взносы. И это проблема. То есть на самом деле даже в это, даже в Конституцию, даже в этот массовый протест вводится вот такой вот ценз, вот такое вот социальное деление по имущественному признаку, по признаку дохода. И в данном конкретном случае, когда власть пытается вот это вот все ввести явочным порядком, естественно, ни с кем не советуюсь. Зачем? Если можно, в общем-то, ни с кем не советоваться, то никто и не будет советоваться. Если власть пытается ввести вот это вот в полицейщину, мы, наверное, должны протестовать против этого, но таким образом, чтобы не давать власти в руки козырей. У них и так достаточно их много, они у них в рукаве, как у всякого честного игрока. Поэтому я очень призываю, извините, к революционной сознательности и революционной бдительности. И к очень жесткой революционной дисциплине. Чтобы не было у нас никаких запланированных неожиданностей. Вот, собственно, все.